Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сколько сегодня рождественских посланий, каждая епархия, каждая архиерея пишет послания, и ни один не говорит таких слов. Я повторяю, создана абсолютно новая вера, которая не опирается на Евангелие. Когда не берется за основание Слова Божия, легко доказывается на основании Слова Божия, что создана новая религия. Не опирающиеся на Евангелие, которое приняли в России. Это подтверждают и сегодняшние храмовые чтения. Но если мы верим, так же как апостолы, то почему нам не напоминают то Евангелие, которое они приняли сами? С каким священником не поговоришь, везде одинаковая картина. Он Христа не знает, Евангелие не принимал в сердце. Он уверовал от бабушки, а власти его продвигали на это место. Разве наш митрополит, наш епископ этого не знают? У меня за многие годы собралось столько поздравительных, даже лично присланных от патриарха грузинского Ильи, и этих слов апостольских я в них не нахожу. И причина одна – нельзя дать того, чего у тебя нет. Павел это мог сказать. Он непрерывно напоминает, помните ли, как вы уверовали, напоминает об этой радостной вести, как на землю сошел Сын Божий, ожидаемый пять с половиной тысячелетий. Исполнилась полнота времени. Мир задыхался, и мрак загустел. Мрак, да еще и загустел, заархивировался. И в это время в безвыходности засияла Вифлеемская звезда. «Сошел Сын Божий, который взял на себя грехи мира. Все люди подвержены смерти. Нет такого в Писании, чтобы ты своими силами мог спастись. Если зароешься в землю, будешь есть раз в сто дней, то ты спасешься». Написано в послании к римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И все, и никакой амнистии, никаких апелляций Бог не приемлет. То, что колотили баранов, овечек, это только образы были. Каждый ягненок блеял. Я не виноват, а ты убиваешь меня за себя. Бог не прощает грехи за так, за наши усилия, нигде никому. Ибо написано «возмездие за грех смерть». Бог не то, что не хочет. Он не может поступать по-другому. Спрашивают. Бог все может сделать? Нет. Второе послание к Тимофею. Вторая глава, 13 стих. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Бог верен Слову Своему. Он не может изменить Слову Своему. Любой царь может изменить своих законам, а Бог не может». Иов говорит, послание к Иову. Иов, 13 глава, 8 стих. «Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? Бог не имеет нужды в нас. Он в этом не нуждается. Он вне этих понятий». 1 Коринфянам, 15, 1. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились. Сектанты говорят о себе, что вот он был блудник, был наркоман, а теперь от всего этого Господь его избавил. «Почему наши такое не рассказывают? Но это только сектанты так делают. Ничего подобного. Павел четыре раза в разных местах пишет о себе, какой он был, гнал церковь, убивал. Я первый был в преследовании верующих. Я в ЧК служил, но Бог помиловал меня». Первое послание к Тимофею, 1, 16. «Но для того и я помиловал вам, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него, к жизни вечной. Почему? Он взял мои грехи на себя, Он свою кровь пролил. Я напоминаю вам об этом. Мы чистое учение Евангелия не приняли в России. Мы приняли пещерное христианство. Основатель всего монашества был Антоний Печерский. Его благословили Афонской горой. Как будто гору взяли и горой благословили. И он идет в окрестности Киева и ищет. Что ищет? Ареапак. Людей, как апостола, искали. Нет. Он пещеру ищет. И этим восхваляются. Какого нашли человека? Закрыл глаза и шел, пока не споткнулся. И, наконец, он нашел пещеру и залез в нее. Стал жить в ней семь лет. И потом снова уходит на Афон. Его опять благословляют. Голос свыше был. Иди в Россию. Но почему ему не сказали? Иди и проповедуй в России. Благовеству Евангелия. Ему Евангелия не дали. И он взял лопату и стал расширять пещеру. Вот все наше христианство. Пещерное христианство. И этим его христианство кончилось. Дальше другие придут. Никон, Варлам. Построили монастыри. Они постригали чужую собственность. Постригали. И все намертво. Как в масонстве. Раз подписался, выхода нет. Князь пришел. Разогнал их. Жена князя спасла монахов. И это пишут сегодня. Переиздают. Как будто это то христианство, которое должно быть. Но Бог не давал этого. Сегодня читали Евангелие о том, как юноша ищет совершенство. Я только сегодня, на этом одном богослужении, уже пятый раз говорю вам проповедь. Пятое доставление. Евангелие от Матфея, 19-21. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною. Монахи это быстро поняли. Продай и раздай. То есть, конечно же, лучше отдай в монастырь. У одного патриарха Никона было в личной собственности 120 тысяч крестьян. Вот как лихо. Монаху сколько нужно рабов. Это наша история православия. Целые области к ногам кидали. И было за что держаться. Иосиф Володский поставил в основу, что монастыри и церкви обязаны быть богатыми. 7% нефтяных прибылей нынче и 6% от каждой папиросы патриархийной. Христос не сказал, продай, раздай. Они это уцепили. Но там еще дальше идет. Христос же сказал, продай, раздай. Они за это уцепились. Но там дальше идет. И следуй за мною. Почему дальше-то эти слова не проповедуете? От нас скрыли Евангелие. Почему советские власти прятали книгу «Архипелаг ГУЛАГ»? Потому что она разоблачала весь этот людоедский режим. Они изгнали автора этой книги, лауреата Нобелевской премии Солженицына. От нас скрыли Евангелие. Мы были во тьме, во мгле. Во мгле споткнулись об этот броневичок на Финляндском вокзале. Нельзя было мимо пройти. Стукнулись лбом об него и барахтаемся на помойке. На людобойне, на кладбище. И уже 72 года. Следуй за мною. Это не то, что иное, как призыв следовать за Христом и выполнять то, что Он говорит. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Разве Христос сказал «продай, раздай и иди в пещеру, в пустыню, в горы». Вот ведь до чего дошли. Я не придумываю больше 90% житий святых не по Евангелию, или полностью, или частично. Главные силы сожрал монастырь. Только душа, у кого пробудилась и скрылся в монастырь. И все, его больше нет. Только в маленьком углу, одной пустыни, более 10 тысяч монахов. Император не знал, что делать. Монахи – самое непокоривое племя. Император Аркадий с патриархом Феофилом искали друзей Златоуста, братьев, долгих. Собирают армию и посылают на поиски. Только за одну экспедицию убили 10 тысяч монахов. Я не одобряю этого, но говорю для того, чтобы поняли, какая масса была. У одного пахомия 7 тысяч монахов. Отборная армия, дивизия. А если бы они пошли с проповедью в Персию или туда, где зародилось мусульманство, через три столетия, да оно даже зародыша не имело бы, потеряли Грецию, Константинополь, там теперь Стамбул, там Аллах Акбар. Звучит вместо «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Слава Тебе, Боже! Мы сами это вырастили. Выпистывали. У нас сейчас храмы построили, монастыри заложили и считают, что началось великое духовное пробуждение. А это еще один шаг во мрак, во тьму. Следуй за мною. Я не перетолковываю слова моего Христа, единого во Святой Троице, когда Петру Христос сказал «Паси овец моих, паси агнцев моих», то это значит «Иди и проповедуй тем, которые уже крепкие, и тем, которые только обратились». А позади, дружок, идет Ваня. Это для нас он Иоанн, богослов, а Христу он просто Ваня. Евангелие от Иоанна, 21-22. Иисус говорит ему «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, то что тебе до того? Ты иди за мною». Это значит не просто «Иди на берег, и я вас опять буду рыбы кормить», а «Иди на вселенскую проповедь». Когда читаем 4 января биографию 70 апостолов, то эти жития очень все похожи. Шел, проповедовал, казнен. Шел, благорестовал, казнен. Шел, обращал целые области, казнен. Все одинаковые, мирно скончались. Может, всего несколько. Но вот уже 4 век и дальше. Он молодой, изучал Писание. Возгорелся верой и захотел подъять на себя иноческие подвиги и в монастырь. Все до единого под копирку. Это новая вера. Хорошая, возвышенная, но не евангельская. Евреям 13,8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Христос не сказал, что сегодня Он будет утверждать, давать откровение одно, а потом поправки будут к Его словам. Христос не сказал, что сейчас так, а потом через сто, через тысячу лет вот такие изменения. Он даст, подкорректирует свое. Как оказалось, совсем уж несовершенное учение. Ему в этом помогают подвижники-монахи. С бисером девства. Это Папа Римский может так сказать не по Евангелию. И будет перевес его слов. Я сказал, ты иди. Я заранее прощаю тебе грехи. Погибнешь, в рай идешь. Крестовый поход – это деньги, лошади, убийства, кровь. Восемь крестовых походов. Это не просто восемь поворотов каких-то. Это написано в материале «Ложь Ватикана». Да нет нигде этого в Писании, чтобы идти с мечом, насаждать веру мечом. И это сегодняшнее апостольское чтение очень обличает нас. 1 Коринфянам 15.1 Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благословал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Евангелие от Луки 10.25-26 И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано?» «Как читаешь?» С таким глобально серьезным вопросом вся вселенная ко Христу приходит и сегодня. Приходит к наместникам Божьим, к архиереям и попам. И что же? Они следуют тут за Христом? Подражают ему? Он же сказал, «Следуй за мною». Христос отсылает к Библии. «Как читаешь?» Что там прочитал? Что там написано Духом Святым? Но разве сегодня могут так посметь ответить? Библия не является руководством попов. Она забытая и заброшенная книга. «Как читаешь? Как написано?» Евангелие от Луки, 24, 44. «И сказал он, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе, Моисеевам и в пророках и псалмах». Сатана подходит с самыми проблемными вопросами, и Христос каждый раз отбивает атаку. Написано, сатана замер. Все рушилось одним, написано. Сатана не ответил стихом из другого места, потому что правильное применение с правильным толкованием не требует коррективы. Написано, и все. Нет ни одного возражения. Сегодняшние вопросы, которые стоят перед президентом, перед Думой, решаются там, где написано. А написано в Евангелии. Мы слышали сегодня про Ирода, который вошел в историю как великий, за то, что он строил храм почти 46 лет, довел храм почти до первоначального блеска, и все, он великий. У нас великий будет патриарх. Много храмов при нем построили, а Христос о храмах ни слова не говорил. Во церковице, иночество, монахи, нет Библии совсем. Таких слов. И даже не напоминается нам об этом. Павел мог бы многое сказать о героической древности, о победах Израиля, о традициях, а он сказал, 1 Коринфянам 15.1, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Ответы надо искать там. Даже замыслив злое, эта лисица Ирод обращается, где и что написано. Стали искать и нашли. Нужно слышать голос Божий, который избирает конкретно слова для меня. Сегодня голос говорит, идите в плен, потом выходите из плена. Пророчество должно было исполниться, а мать его в Назарете живет. В Вифлееме надо родиться ему, а он не идет туда добровольно. Какая прелюдия ведет к этому? Бог дает мысль императору узнать, сколько у него подчиненных, издает указ сделать перепись, где родился, там и переписывайся. И этим указом подвигнул святую чету к Вифлеему, чтобы исполнить пророчество. Еще одно пророчество. Возау сына моего из Египта, а у Вифлееме. Появляется звезда, волхвы, ирод, гонения, повеление во сне Иосифу, беги, и он бежит. А если бы он не послушал голос Божий, повеление надо было беспрекословно выполнять. Это слово Божие. Тогда оно было устным, а мы его получили напечатанное на бумаге, переплетенное в корочки, изданное в типографии. Но оно точно то же. Отношение к нему должно быть точно такое же, благоговейное, и со страхом и стрепетом, а не по-православному, не по-монашески, активно исполнять в другую сторону от Евангелия. В России, когда было крещение, да и не крещение было, почти бичом загнали в воду в 988 году. Но только в 1876 году, только через 900 лет, некоторые лишь получают Библию на русском языке, а те, которые пытались распространить ее, подвергались гонениям. Дорогая Греция и Лада, а они-то там как? У них до 1924 года не было перевода Библии на их родной разговорный язык. Это сделал перевод... Кто сделал перевод, того казнили. Поэтому и царствуют без Христа. Евангелие от Иоанна 5,44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которой от единого Бога не ищете? Причина этой трагедии – самость. Бегал обыкновенный парень, звали Ванька. Вдруг его поставили в архиерее, назвали Антоний, Максим. О, как в нем заиграла самость! Не пойти, не позвонить, а уж обличить и не поминай. А ко Христу могла подойти даже любая женщина и прикоснуться к Нему, и получить желаемого. Христос говорит, «Следуй за Мной. Ходите и учитесь. Натаскивайтесь». Простите за выражение. Священники – это псы. Собаки, не могущие охранять, любящие спать. Когда собак молодых учат, их натаскивают со старыми собаками. Те смотрят и быстро учатся на охоте. Исциально. 56-10. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять, блеящие лежа, любящие спать. Вот эти старые валы учили молодых телят, таких как Марк, Лука. Марк написал Евангелие от Петра. Сам-то он не ходил со Христом. Петр одобрил. Лука сам написал. Но по благословению Павла. Они натаскивались. У кого я сегодня могу учиться? Священник не проповедует, патриарх не проповедует. А если я взял Евангелие, то на лбу моем возжигают тавро и на уши бирки. Да и на холку лепит сектант-баптист. Мы же должны перешагнуть через все эти ярлыки и сжечь их ревностью Божией. Сегодняшнее рождественское чтение побуждает нас к тому, чтобы Слово Божие понятное, открытое распространялось для других. Говорят иногда. Что вы все время говорите о проповеди? Сколько же можно? Подобный упрек получал Иоанн Златоуст. Богатые роптали. Когда не придешь, ты все время на богатых ополчаешься. Он ответил. Пока вы не перестанете ополчаться на бедных, пока не перестанете грабить это государство, до тех пор я буду ополчаться на вас, окаянных. Пока вы будете сидеть дома и не будете проповедовать, я буду говорить об этом. Я обязан из каждого чтения буквально выжимать это, хотя бы все любили Евангелие. Хорошо, если девушка не выйдет замуж, будет не связанная делами житейскими. Она служить в чистоте будет Богу. Но не надо давать какие-то обеты. Достаточно обета данного в крещении. Хорошо, если не женишься. Но не надо других обетов. Остальное это все вытомка чисто человеческая. Я заговорил об этом и знаю, какая будет ненависть дымиться в мой адрес. Эти 40 киллеров может уже ножи точат. Я прямо говорю, что монастыри такие не нужны. Монастыри нужны в другом виде. Для престарелых подкармливать, молодых учить, убежище для нуждающихся. Поэтому сегодняшнее евангельское чтение еще раз побуждает любить Евангелие. За стол не садись утром, пока не почитаешь Евангелие. Тем более есть начитанная на пленке. И вся Библия уже на компакт-дисках. И на пленках есть у нас у многих. Включи и слушай. Ешь то и другое. Милостивый Господь собрал нас для того в этом храме, чтобы мы возрадовались, что воскресший Господь зовет следовать за Ним. И то, что называют жития святых, надо назвать по-другому. Жития людей, которых люди назвали святыми. Как ходят сейчас такие свидетели Иеговы. А я говорю, что их надо называть лже-свидетели под именем Иеговы. Так и здесь святыми-то мы их назвали. Я им каждый день молюсь. Я православный. Церковь признала и я признаю. Но внутри я знаю, что на каждом шагу надо бить в колокол, что неправильно, не по Евангелию, не по Евангелию, не по Евангелию. Да хранит нас Господь в истине, которую Он нам открыл. Аминь.